Я приглашаю вас познакомиться с одной из точек зрения, которая может быть по-настоящему полезной с точки зрения не только взаимодействия с другими людьми, но и взаимодействия с собою. Правда же? Вы наверняка знаете, что благополучие человека во многом это побочный эффект того, кем он выбирает себя окружать, а кого выбирает он держать от себя подальше и того, какими навыками и способностями по выстраиванию взаимоотношений этот человек обладает. Конечно, такое понятие, как вредный человек или полезный человек, давайте скажем здесь, добрый, это не бинарное свойство. Нет такого один или ноль. Человек на сто процентов вредный или человек на сто процентов добрячок. Это своего рода шкала, поэтому приглашаю я вас и об этом помнить. Итак, начинаем выгрызаться в текст. Почему же вредные люди так себя ведут? Зависть – корень всей ядовитости. Зависть – примитивная реакция, своего рода видосохраняющая функция. Правда? Вы наверняка знаете, что единицей отбора является не индивид, а группа, и зависть как видосохраняющая функция выполняет свои задачи. Вопрос лишь в том, насколько она уместна или неуместна сейчас. И требуется ли человеку тренировать свою способность уметь владеть ею? Если человек является по отношению к разъедающей его изнутри зависти следствием, то эта зависть управляет его жизнью. А вы выбираете быть по отношению к эмоциям, которые рождаются в вас, следствием или причиной. В самом деле, почему же собаки лают на маленького ребенка, над которым вы буквально воркуете и которым восхищаетесь? Судя по всему, собака завидует, опасаясь, что если вы уделяете внимание малышу, то, видимо, собака боится остаться без еды. Совокупность условных и безусловных рефлексов, направленных на видосохранение, заставляют ее разевать пасть, судя по всему, в данном случае, и издавать лай. Почему некоторые дикие животные стремятся убить своих сородичей из стаи, у которых больше еды, чем у них? Видимо, тоже зависть заставляет активировать их внутривидовую агрессию. Почему умеющие говорить и самостоятельно одеваться трехлетние дети перестают разговаривать, начинают лепетать, как младенцы, или даже мочиться и пачкать свои штанишки, когда в доме появляется новый ребенок? Видимо, тоже зависть заставляет их это делать, потому что почему это малышу свежевылупленному так много внимания уделяют, а меня игнорируют? Да, поэтому при появлении в семейной системе второго ребенка, главная задача здесь, конечно, их много, но в том числе это не начинать игнорировать старшего. И обратите внимание, здесь этим первым абзацем мы с вами коснулись, что зависть... Знаете, можно представить, вот перед вами Альберт находится, да, вот с его выдающейся прической в очках и глагольствующие важные истины, да, уже не в первый раз. Ну так вот, и на первый взгляд кажется, что раз человек может, Альберт, членораздельно издавать некоторые звуки, строить даже иногда сложно подчиненные предложения, а про причастные обороты, идеи причастные вообще молчу, то складывается впечатление, что перед вами человек, правда же? Но перед вами 3 миллиарда лет эволюции, да, как и вы, собственно, тоже. Среди которых человеческая составляющая, то есть способность наблюдать причинно-следственные связи между своими действиями, результатами, способность планировать, разговаривать на языке. Этому всему всего лишь мгновение, да, на фоне длительной истории развития нашего вида. Человек совсем недавно, буквально мгновение назад из леса-то вышел, и то как бы еще в нем продолжая находиться. И поэтому не следует пренебрегать таким явлением всепоглощающим, когда тело управляет разумом, когда разум обслуживает инстинкты, и когда зависть является для человека не чем-то контролируемым, а тем, что распоряжается его жизнью, заставляя быть ядовито-токсично вредным по отношению к окружающим. Правда? Это как одна из точек зрения может быть полезной. Кстати, как вам подобранные мною картинки к этому уроку? По шкале от 1 до 10 можете написать в комментариях. 10 – это выдающийся урок. 1 – это могло быть и лучше. Итак, все это от зависти, неудовлетворенности и чувства обиды, вызванных собственностью, успехом или любовью других и желанием иметь их самому. Значит, смотрите, если у вас есть собственность, если у вас есть успех, у вас есть любовь других, то таким образом вы можете искушать другого человека вам завидовать, но эта зависть может, знаете, своего рода подавляться. Ведь сложно же человеку, как правило, самому себе признаться в своей зависти. Все же хотят быть выдающимися и хорошими в своих глазах, правда? И вот подавляясь сквозь порыв кожи, не только лица, но и где угодно, она начинает проявляться вот пассивной агрессивностью, ядовитостью и вредностью. Да, вот здесь в данном случае такие метафоры мы используем. Но помните, человек и отличается от пока не человека тем, что он способен с одной стороны не искушать других, а с другой стороны способен устоять перед любым искушением. Помните. Давайте простейший пример я приведу. То есть, если перед вами идет человек, у которого из кармана торчит кошелек, из которого вываливаются пятитысячные купюры, а на стенах даже камер видеонаблюдения не висит, вы устоите перед искушением и не заберете у него его кошелек. Это такая метафора в тему. А с другой стороны, вы не будете тем, кто ходит по подворотне с открытыми карманами. Вот, тренировать свою способность устоять перед любым искушением с одной стороны, а с другой стороны не искушать других. Я мог бы говорить умнее, знаете, четче и точнее, но чтобы не заставлять людей меня ненавидеть, я иногда прикидываюсь, что разговаривать не умею. Шутка. Возможно, знаете, вот если бы была возможность выбрать суперспособность, я бы выбрал вот какую. Пошутив, не говорить, что это шутка. Я на всякий случай говорю, шутка. Хотя иногда бывает, я пошутил и не говорю, что это шутка. Ладно, возможно, вредные люди поступают так из-за зависти к вам. И важно понять, что зависть может побудить и вас вести себя, как они. Вот это очень важное предложение. Смотрите, вот есть соблазн, это вредный человек, он мне завидует, поэтому вот так вот делает, да? Но с другой стороны, на его месте могу же быть и я сам. И вы наверняка знаете, что когда человек сталкивается с ситуацией, то как вы думаете, кто побеждает? Вы абсолютно правы. Ситуация. Да, человек может некоторое время ей противодействовать, но он в этой ситуации уступ. Он в этой ситуации, уснув, проснется. Если вчера человек в этой ситуации мог думать ужас-кошмар, сегодня он думает, да, и такое может быть. А завтра в этой ситуации должно быть так и никак иначе. Человек – существо внушаемое. Запомните. Человек – существо внушаемое. И если человек думает, что он своим разумом способен контролировать абсолютно все в своей жизни, нет. Возможно, да, вредные люди поступают так из-за зависти к вам. И важно понять, что зависть может побудить и вас вести себя, как они. То есть, если я окажусь в мире, где меня окружают сверх-супер-турбо-улетно-успешные, мега-классные люди, которые могут и трехэтажные дипричастные обороты строить, шутка, то неудивительно и не мудрено, что я могу испытывать некое чувство зависти. И вот моя способность уметь владеть этим чувством и думать о том, что хорошее у этого человека есть, чему могу научиться и взять пример, и есть то, что делает меня человеком во многом. Правда? Я стала свидетелем типичного примера зависти, когда мне было 9 лет. По телевизору показывали прекрасный карнавал для малышей. Две маленькие участницы стояли перед камерами. Вот это уже интересно, потому что маленькие дети – это маленькие зверьки. У них еще культурная надстройка недостаточно индоктренирована в их головной мозг, и как бы они проявляют исключительно животное поведение. Дети во многом жестоки до мозга костей. Нервно перебирая пальчиками, поэтому в поведении детей можно многому научиться. И в этом примере в том числе. Две маленькие участницы стояли перед камерами, нервно перебирая пальчиками, ожидая, когда ведущие назовут новую королеву красоты. Уже обратите внимание, ситуация, в которой они находятся, уже заставляет их друг друга ненавидеть, потому что это конкуренция, ее никто не отменял. Если она королева красоты, то значит, большее количество самцов будут за ней ухаживать, у нее будет больше выбор, и при прочих равных она позже умрет, дольше проживет и может еще какое-то потомство оставит. А если я займу второе место на конкурсе красоты, получается, что меня ждет не такое счастливое будущее. Поэтому если я займу второе место, мне нужно победительницу будет разбить ее голову о камень, чтобы первое место по остаточному принципу получила я. Ясно? Наконец, имя победительницы было произнесено. В этот момент проигравшая девочка сжала свой кулачок и ударила победительницу прямо по лицу на глазах у всех. Видите, здесь есть такое отягчающее обстоятельство. Это, во-первых, катализатор, я имею в виду. Этот конкурс красоты, который искушает этих девочек друг друга ненавидеть еще сильнее, делая вид, что все в порядке. Во-вторых, значит, одна девочка заняла второе место, а тут первая такую довольную улыбу давит. И это все в совокупности человек, поведение человека, это следствие ситуации, в которой он находится. Извините. И обе начали истерически плакать. Одна от боли, а другая от того, что проиграла. Я помню, была тоже в истерике, потому что ужасно было видеть, как две уважаемые мамы пронзительно кричали друг на друга и на ни в чем не повинного ведущего, который пытался успокоить девочек, вернуть самообладание и восстановить контроль над программой. Да, мамочки, обратите внимание, тоже поддались этому искушению, начали друг от друга орать, почувствовав опасность к своим детям как к собственности. И тоже здесь их можно понять, конечно, видите. Но вот обратите внимание, человек стоит на крепких плечах изобретателей микроскопа, пенициллина, интернета, мобильной связи и других чудес человеческой мысли, но это не запрещает ему жрать других людей. Реакция проигравшей девочки была типичным откликом на то, что кто-то другой получает то, чего она так желала. Она испытывала зависть и злость за проигрыш, поэтому ударила победительницу. Вот справа вы видите такую современную девочку, которая недоумевает, как это не я победила королеву красоты. Сейчас с высоты своего... О, я не сказал, что это шутка. Знаете, прогресс налицо, товарищи. Учусь у вас. Сейчас с высоты своего опыта я рассматриваю этот инцидент как вопиющее проявление ужасной черты человеческого существа, в которой подвержены так много старых и молодых людей зависти. Ну, этот компонент человеческого существа древнее всех нас с вами вместе взятых, поэтому и во многом этот компонент, и не просто же так появился, все абсолютно, чем мы обладаем, это побочный эффект селекционного давления. Правда, вопрос не в том, что это ужас-ужас, а вопрос в том, как я выбираю эту рождающуюся во мне завистью агрессивность направить в конструктивное русло. Правда? Потому что деструктивное русло – это подавлять других, самоутверждаясь за счет подавления других людей. А конструктивное русло – это чему я могу здесь научиться? Надо же прекрасная возможность мне на что-то обратить внимание. А какими, интересно, классными качествами обладает другой человек, которые могут и для меня быть примером. Правда? Один мой клиент – порядочный, умный, импозантный мужчина – однажды познакомился с чудной, привлекательной молодой девушкой. Они понравились друг другу и договорились встретиться, чтобы поиграть в теннис. Девушка в прошлом спортсменка с разрядом, выигрывала одну партию за другой, а он становился все злее и злее. Неожиданно он взял мячик и бросил его прямо девушке в голову, когда она стояла спиной к нему. Вот это поворот, да? Наверняка вы такого не ожидали. И такое, видимо, может быть. Хотя он сделал вид, что это произошло случайно. Ох, какой! И не скупился на извинения. Внутренне он был счастлив причинить ей боли поскорее прекратить игру. Нашел в себе силы, видимо, признаться, да? Ну вот, кстати, зачастую человек случайными событиями называет то, что сделал умышленно, чтобы вот таким образом какие-то дополнительные выгоды для себя извлечь. Конечно, не в 100% случаев, но вот здесь об этом. Рассказывая мне свою историю, он расплывался в самодовольной ухомылке, пытаясь показать, как здорово ему удалось избежать проигрыша. Я слушал с возмущением. Очевидно, что этот больной человек был переполнен завистью к женщине, которая оказалась лучшей спортсменкой, чем он. Знаете, я сейчас вспоминаю такую притчу, когда крестьянин слышит стук в дверь свою. Дверь открыв, наблюдает он там волшебника. Волшебник, обращаясь к крестьянину, к крестьянину, значит, говорит, «Дружище, проси все, что хочешь, я дам тебе все, но твоему соседу в два раза больше. Выколи мне глаз». То есть, большее счастье и радость получает человек, когда он видит, что другим хуже, чем ему. «Лучше пусть я буду зарабатывать 10 тысяч рублей, а другие 5, нежели буду зарабатывать 100, а другие 150». Понятно, да, метафора здесь? И, наверное, это и есть длинный путь по выдавливанию из себя раба по капельке. Это, наконец, радоваться победам других людей. Не для того, чтобы это мне было выгодно, и не поэтому, а от всей души, знаете. О работе с завистью в том числе идет речь. И вот наш победитель салона красоты говорит об этом. Итак, двигаемся дальше. Да, не мог перенести. Да, он не мог перенести тот факт, что она превзошла его. И все, на что он оказался способным, подобно 4-летней девочке из ТВ-шоу, это ударить ее. А сколько таких ситуаций происходит изо дня в день, вдоль и поперек? Это же уму непостижимо. Отрицательные реакции, обусловленные завистью, часто бывают не только физическими, но и духовными, психологическими, эмоциональными. Резкая перемена в настроении, грубые слова, непристойное поведение. В течение жизни мы узнаем, что есть люди-обладатели, люди-необладатели, или, как мы их обычно называем, победители и проигравшие. В каких-то ситуациях мы выигрываем, в каких-то проигрываем, в зависимости от жизненных обстоятельств. Но это тоже относительно. Знаете, вот человек, он не ведает добро и зло. Вы уж меня извините. Волшебник Альберто сейчас начинает проявляться во мне и хочет поделиться с вами одной важной притчей, знакомство с которой позволит вам поделить свою жизнь на до и после. Когда я впервые ее услышал, я тогда понял, что человек... Что значит эта фраза? Что обыватель не ведает ни добра и ни зла. Мы не можем с вами перемещаться во времени. Поэтому вот эти базары про победивших и проигравших, они уже как бы намекают о когнитивных способностях, говорящего об этом. Смотрите, я сейчас что имею в виду? Альберт, ну что ты завидуешь? Я что имею в виду, мои дорогие? Смотрите. Значит, про притчу. Или не буду рассказывать. Или в следующий раз. В следующий раз рассказать? Ладно, уговорили, сейчас. Значит так. Давно это дело было в общем. И был один товарищ царя, с которым вместе они отправлялись на охоту. Товарищ царя дает царю ружье. Царь выстреливает и, выстрелив, у него отсекает палец. Царь находится в гневе по отношению к своему товарищу. Отправляет его в темницу. Что ж ты так криво ружья заряжаешь, что из-за тебя я палец потерял? Тот товарищ, оказавшись в темнице, думает, ладно, наилучшим образом и такое может быть. Проходит время, царь со своей свитой снова отправляется на охоту и ловит отряд людоедов. Всех зажирают, доходят очередь до царя и наблюдают у него отсутствующий палец. А у тех людоедов есть такое поверье, что людей с физическими дефектами есть нельзя, царя отпускают. Он первым временем спускается к себе в темницу и освобождает своего товарища, сказав ему, ты был прав, действительно, тогда, оказавшись без пальца, это было наилучшим образом, я обрел иммунитет от людоедов и мы теперь будем знать, как с ними работать. Извини, что я бросил тебя в темницу. И товарищ отвечает, я был в темнице, это тоже наилучшим образом, но почему? Если бы я не был в темнице, я был бы с тобой и меня бы съели. Видите, человек в тот или иной момент времени, он не знает ни добра, ни зла. Он не знает вообще ничего. Он может лишь предполагать, как те или иные события могут разворачиваться в его жизни в дальнейшем, но это лишь предположение. Поэтому то, что один может посчитать неудачей, пройдет время, оборачиваясь назад, он подумает, хорошо, что это произошло. А то, что другой называет удачей, пройдет время и, оборачиваясь назад, он подумает, лучше бы этого не было. Поэтому остается зачастую человеку, отличающемуся от животному, смиренно принимать события жизни, немножко мозговать, чему я могу здесь научиться, какие выводы извлечь и что я выбираю делать дальше. Нет в жизни более захватывающего чувства, чем чувство победы и более обидного, чем чувство поражения. Ну да, для собак. Мы впадаем в депрессию, затем пытаемся убедить себя, что судьба несправедлива, заглушаем свои чувства чрезмерной едой, выпивкой, наркотиками, развлечениями, которые причиняют больше вреда, чем пользы. Это, видимо, о каких-то людях, кроме нас с вами, правда? Но такой оборот, как мы, позволяет так пристроиться к читателям, заставить их почувствовать себя нам близкими. Часто они выплескивают гнев и разочарование на других, обычно самых близких и любимых людей. Их негативные реакции, вызванные нашим поведением, заставляют нас относиться к себе еще хуже и замыкают круг самоубеждения в том, что они неудачники. Взгляд на счастливых победителей усиливает нашу подавленность. Мы вдруг замечаем, что у соседа большой дом, ребенок в высшей школе экономики, жена, которая его любит, в отличие от других. Новая машина последней модели. Ах, скотина такая. Он в прекрасной физической форме. Когда еще это успеваешь, козел? Ну, конечно, мог и лучше подкачаться. У него много денег. Понятно, конечно, наворовал козел такой. Мошенник, хитрец. И он два раза в год проводит отпуск семьей в различных уголках земного шара. Наверное, пускает пыль в глаза, продает свой успешный успех. И от этого всего этого им еще хуже. Ну, тем, кто наблюдает все это. Он устраивает потрясающие вечеринки у себя дома, чтобы продавать этим козлам свои услуги. Приглашает на них кучу людей. Видимо, приходит, чтобы засалфачиться и показать, создать иллюзию, что они не такие одинокие, как на самом деле. Которым он, похоже, действительно нравится. Конечно, делает вид, что нравится. А со своей женой, кажется, никогда не ссорится. Но раз такое может быть, формирует иллюзию благополучия. А внутри, понятно, все уже сгнило. Понятно, что я сейчас сделаю? Я сейчас вам показываю эту подавленную и проявляющуюся вот такими деталями и комментариями зависть. Понятно все. Ага, это вот так. И обратите внимание, что повод абсолютно вторичен. Выложил фотографию с супругой. Понятно, пытается сделать вид, что у них хорошее отношение. Не выложил. Понятно. Видимо, у них там все плохо, но стесняется в этом признаться. То есть повод абсолютно вторичен. Запомните, чтобы человеку прожить желаемую тренированную эмоцию, повод является абсолютно вторичным. Если вы думаете, что до вас докапываются, потому что вы моргнули вот так, то даже если вы моргать не будете, до вас все равно докапываться будут. Повод always вторичен был. Ясно? Это важный момент. Он всегда улыбается, и с кем бы вы ни говорили, всем он нравится. Так почему же вы так его ненавидите? Это из-за того, что у него все есть. Или вы думаете, что у него все есть. Ну и зависть разъедает ржавчины изнутри. Вместо того, чтобы порадоваться за него, и тем самым вдохновить себя на удачу, вы, как и многие другие, будете пытаться ему насолить. Ну, это в данном случае гипотетические вы. Конечно, это не про нас с вами, товарищи. Зависть – это не про нас. Мы уже с вами давно имеем этот урок, выученным за плечами. Человек, пребывающий в зависти, навеки вечные будет, извините, создавать ситуации и взаимоотношения, чтобы снова и снова эту зависть проживать. А зависть проживать как легче? Будучи без хоть чего-нибудь. Правда же? Смотрите. Человек порождает такие события и взаимоотношения в жизни, чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. Если мы представим, что зависть является привычной эмоцией, то человек будет создавать какие события и взаимоотношения, чтобы иметь возможность эту зависть испытывать. Далее. Представим эту зависть и давайте расщепим ее на совокупность убеждений, которые в ней закодированы. Я ничтожество, другие лучше меня, мир несправедливое место. И они плохие. Они не в порядке. А я-то в порядке. Вы постараетесь, ну в данном случае, человек завидующий, это не про вас и не про нас. Для нас это все уже решенная история. Мы с вами уже умеем. А они, вы, постараетесь насолить ему саркастическими высказываниями, Альберт, неужели твои уроки кто-то смотрит, обескураживающими ответами или тем, что будете восхищаться его успехом в стиле «чтоб тебе пусто было». На ваше лицо и язык телодвижений, но выдают они вас. Победитель не глухой, а не слепой. Он прекрасно понимает, что происходит. И это его, естественно, не радует. Он чувствует себя крайне неловко. А особенно это задевает тех, кто вас любит и кто считает вас своим другом. Ну, вы знаете, благополучие человека зависит от того, насколько он хорошо умеет отвечать на такого рода манипуляции, крючки или нет. Я, кстати, хочу поделиться с вами приемом, который… Я являюсь его автором, приемом, который я считаю крайне важный, который я считаю может спасти жизнь человека. Я его называю «внутренняя защита от манипуляций». Вот у меня есть карточка «внутренняя защита от манипуляции». Чтобы противодействовать манипуляции, необходимо ее сначала осознавать. И формула звучит так. Я сейчас вам покажу. Ну, например, «Альберт, ну ты умник, уроки свои записываешь. Тебе заняться нечем, что ли?» Да, вот это является крючок такой, да? Крючок – это попытка подавления собеседника, его дрессировки, чтобы сделать его послушным в выполнении команд манипулятора. Итак, смотрите. Внутренняя защита. Что я имею в виду здесь по внутренней защите? Человек может противодействовать только тому, что он осознает. И вот здесь важно тренировать этот навык. Эта механика является одним из компонентов моего тренажера. Защитись, договорись и насладись. Но имейте в виду, нет у вас необходимости иметь в руках этот тренажер для тренировки этих навыков, потому что сейчас я вам его покажу. Внутренняя защита. Я слышу манипуляцию, которой меня пытаются заставить думать «А», чувствовать «Б», делать «В». Я свободный человек, необходимо потом сместить фокус. Это называется «вскрыть манипуляцию». И я выбираю думать «Г», чувствовать «Д» и делать «А», «В», «Г», «Д», «Е». Альберт, а даже алфавита не знаешь, ну ты тупой. Итак, понятно, да, внутренняя защита здесь. Так, ну ты умник, уроки свои записываешь, занят что ли, нечем ему, что ли? Меня это может задеть, если я не использую внутреннюю защиту от манипуляции. Когда я говорю от крючков, крючок и манипуляция для меня это одно и то же. Просто манипуляция не рождает образ, как крючок. Крючок подцепить, поэтому я манипуляцию называю крючками. Альберт, ну ты умник, уроки свои записываешь. Тебе что, заняться нечем, что ли? Но благодаря тому, что я воводею навыком внутренней защиты, меня это не задевает. Смотрите, я слышу манипуляцию, которая меня пытается заставить думать, что я недостаточно умный, а глупый дурачок, чувствовать стыд, что я занимаюсь любимым делом, и прекратить записывать мои уроки и заниматься любимым творческим делом. Вот, а значит вскрыть. То есть вскрыть эту манипуляцию, вскрыть ее, разложить. А я свободный человек, и я выбираю думать, что надо же, как здорово, что я раскусил эту манипуляцию и вижу ее. Чувствовать радость от этого и продолжать заниматься любимым делом, и двигаться дальше. И такие комментики могут быть. Понятно, да, это внутренняя защита. В тренажере, если вы играете в пятером, таких пять карточек, чтобы у каждого было на руках. И вот здесь тоже. Ну ты всегда, что ли, придираешься к мелочам, Альберт? Я от тебя такого не ожидал. Я слышу манипуляцию, которой меня пытаются заставить думать, что я придирчивый, чувствовать смущение и закрывать глаза на ошибки. Вместо этого я выбираю думать, что внимание к деталям имеет значение, чувствовать спокойствие, и я продолжаю задавать уточняющие вопросы. Понятно, да, внутренняя защита. Потому что вот здесь, видите, он прекрасно понимает, что происходит. И это его, естественно, не радует. Он чувствует себя крайне неловко. Человек будет в ответ на манипуляцию чувствовать себя неловко, если он не владеет внутренней защитой от крючков. Значит, что вы можете сделать? Вы можете подготовить список крючков и каждый из них прогонять по этому приему, чтобы он стал у вас, знаете, своего рода такой привычкой, навыком, автоматической даже вот программой. Альберт, мог и лучший урок записать. Альберт, ты что не можешь двух слов связать друг с другом? А что это мы должны вот тебя прислушиваться в этом уроке? И вот автоматически рождается такая защитная... И обратите внимание, это конструктивно. Это не... Здесь нет оскорбления. Так, я слышу крючок, который меня пытается заставить думать, что я ничтожество, чувствовать стыд и прекратить заниматься любимым делом. Но я свободный человек и выбираю думать, что я могу заниматься любимым делом, разрешаю себе это делать, чувствовать радость по этому поводу. И я задаю уточняющий вопрос. Подскажите, а что конкретно рождают у вас эти мысли? Давайте разберемся. Важный момент. Видите, то есть это конструктивное решение крючкообразных вопросов. Важно об этом помнить. Это работа с внутренним состоянием. С вами поделился. Я являюсь автором этого приема. Внутренняя защита от манипуляций, которая у вас здесь написана. Имейте в виду, значит. Может быть полезно. Поэтому вот приглашаю выписать и тренироваться. Дженнифер поведала своей лучшей подруге Мэрилин секрет, которого она никому другому не рассказывала, что она беременна. Обе женщины неоднократно беседовали, беспокоясь о своем здоровье и признаваясь друг другу, как они хотят ребенка. И вот Дженниферу удалось забееменеть. Она не могла дождаться того момента, когда поделится своей радостью с Мэрлин. Какой сюрприз ждал Дженнифер? Услышав новость, Мэрлин с трудом сглотнула и с холодным и окаменевшим лицом процедила сквозь зубы. О, здорово, конечно, но я рад за тебя. Видите, как зависть разъедает организм человека изнутри? То есть рождается мысль. Может быть именно поэтому есть сейчас проблемы в жизни, да? Ну так вот. Потому что если у нее будет все хорошо, то как тогда зависть испытывать? Смотрите, и даже здесь, да, близкие подруги, вместо того, чтобы друг за друга порадоваться, что делает, да, вторая завидует. И вот он полностью выдал ее чувства. Не составляет труда догадаться, что Мэрлин в эту минуту не думала о счастье Дженнифер. Вместо этого она думала о ребенке, которого не будет у нее. Мэрлин очень завидовала подруге, и Дженнифер отчетливого это почувствовала. Но, к счастью, Мэрлин не позволила злости разбить их дружбу и крепко обняла свою подругу. Зависть, как правило, проявляется, если мы испытываем чувство недостаточности, когда нам чего-то не хватает или когда мы думаем, что у другого чего-то больше. А знаете, я здесь придумал такую метафору. Вы, наверное, заметили, что я не очень люблю вот такие местоимения множественного числа в третьем лице. Мы, ну понимаете, мы, ну вот мы. Я сразу в этом вижу какой-то подвох. Мы будем учитывать, что этот текст, этот перевод с английского на русский, во-первых. И, во-вторых, еще важный момент. По поводу зависти, знаете, такой образ бывает полезный. А что, если все работают на всех? Вот если немножко так присмотреться, то я могу увидеть, это метафора, да, образная метафора, будто каждый человек связан с каждым человеком невидимой ниточкой. Каждый человек связан с каждым человеком невидимой ниточкой. И каждый работает на каждого. Словно каждый человек в этом мире из ранее живущих, из живущих сейчас, из тех, которые будут жить дальше, он делает лучшее, что способен делать для благополучия всех остальных людей, себя в том числе. Но какой зависти может быть речь, если я знаю, что все работают на всех? И каждый принимает вклад, кто-то размером с океан, а кто-то размером с молекулу воды в этом океане. Но в жизни каждого человека... Ты что, издеваешься, Альберт? Пьяный что ли? Дурак? Что ты за ерунду придумал? А что, если это действительно так? Человек же не знает добра, зла, не ведает вообще чуть более, чем полностью ничего. Наверное, вы заметили? Ну так вот, и так же и здесь. А что, если это так? Во всяком случае, я выбираю так думать. Какой зависти идет речь, если каждый человек, которого я вижу, он вносит вклад в мою жизнь в той или иной степени. И каждый человек, который существует, это человек, в жизни которого и я вношу вклад в той или иной степени. О какой зависти может идти речь тогда? Зависть является тем камнем преткновения, о котором разбиваются многие взаимоотношения. Я провела неформальный опрос 105 людей, в котором им задавался вопрос вот такой. А что разрушило ваши отношения с хорошими друзьями? Более 75% опрошенных причиной разрыва считают зависть со стороны их бывших друзей. Это особенно проявляется в семейной жизни, когда одна сторона боится, что другая обойдет его или ее. Завидуя, человек становится одержимым и часто выплескивает отрицательные эмоции наружу, словесно или физически. Многим психологам и консультантам по вопросам семьи и брака я задавал один и тот же вопрос. Почему супруги часто очень жестоко поступают друг с другом? Заключение специалистов было единогласным. Обычно это происходит из-за чувства недостаточности, испытываемого одним из супругов, которые настолько завидуют своему партнеру и чувствуют себя настолько неуверенно, что прибегают к насилию, чтобы добиться большего контроля над взаимоотношениями. Мерятся рогами в данном случае здесь, правда? Иногда насилие проявляется в словах в качестве уничтожающей, втаптывающей в грязь критики. Возможно, это является объяснением того, что у многих преуспевающих, у глубоко уважаемых бизнесменов, управляющих огромными компаниями со штатом в тысячи человек, жены склочные и сварливы. Эти женщины постоянно ноют и критикуют их, чтобы добиться власти в сфере домашних отношений и хоть как-то потеснить своих мужей на пьедестале первенства. И такое, видимо, может быть, правда? Критика может быть полезной, когда произносится доброжелательно и спокойным тоном. Имеет большое значение, кто именно и за что вас критикуют. Если вы чувствуете искренность и бескорыстие собеседника, вы не станете обижаться на него. Более того, вы проникнетесь уважением и благодарностью к человеку, который говорит вам правду, особенно если критика выражается предельно мягко и вежливо. Альберт, ты такой молодец, я так ценю твою работу и твой труд. Только знаешь, если бы ты прекратил записывать свои дурацкие уроки, то тогда в этом мире стало бы лучше. Я надеюсь, ты не обидишься на мою критику. Это же просто обратная связь от меня, которая прозвучала вежливо, нежно и заботливо. Смотрите, здесь важный момент, в чем заключается. Во-первых, прежде чем ты открыл свой рот, ты скажи, кто ты конкретно. Паспортные данные, имя, фамилия, отчество, год рождения, место. Но это я, конечно, утрирую. То есть, я сейчас к чему? Критика должна быть, во-первых, запрошена конструктивно и от авторитетного лица. Правда? О чем это для вас? Вот эти вот фразы, которые могут быть предметом для дискуссии, я не против. Но имейте в виду, что яд может вливаться в сквозь бреши в доспехах и мягкими, трогательными, добрыми словами, что не мешает этим словам ядом быть. С другой стороны, всегда найдутся люди, критикующие вас не из лучших побуждений. Все-таки будем помнить, да? Этот текст из книги Лилиан Глаз «Вредные люди вокруг нас. Как с ними бороться?» С точки зрения того, что предпосылкой вредного, токсичного, подавляющего поведения является зависть, это интересная точка зрения. Но будем помнить, это книга популярная литература, и это интересная точка зрения, которая может обогатить наблюдение, правда, за собой, за другими. С практической точки зрения. А что значит для меня самого работать над этой завистью? Что значит для меня знать, что зависть может быть мотивом других людей по отношению ко мне и друг к другу? Что значит для меня учитывать такую переменную в этом уравнении взаимоотношений людей друг с другом, как зависть? Они могут наброситься на вас из-за неприязненных отношений или зависти. В этом случае они получают удовольствие, напоминая вам о ваших промахах и оплошностях. А, вы, кстати, можете на эту тему, если посчитаете нужным, изучить мое исследование, когда Анастасия Волочкова пришла на интервью к Алене Блин. И я вот там, в принципе, одна из ключевых тем, которые я там обыгрываю, это испепеляющая, неконтролируемая, разъедающая зависть изнутри. Но, конечно, для самого носителя этого чувства такая движущая сила, как зависть, может быть настолько подавляемой, что он даже и никогда не признается себе в этом. И это абсолютно нормально. Но демонстрируя активную эмоциональную реакцию, он таким образом лишь подтверждает, что на нужную кнопку вы нажали. Но это именно с исследовательской точки зрения, потому что мои выпуски, посвященные как бы реальным людям, они не о реальных людях, а не о персонажах, которые вы видите на экране. Поэтому дополнительным уроком вы можете ввести Волочкова, Алена Блин, Альберт Сафин разбор, и вы сразу найдете. Каждый, кто взялся критиковать кого-либо, всегда должен сначала посмотреть на себя самого. Не стоит забывать замечательную пословицу. Если ваш палец указывает на кого-то, найдутся три пальца, которые покажут на вас. Также и те, кто критикует вас, прежде всего должны разобраться в своих мотивах. До конца честный человек обычно найдет в себе причину зависти, возникающей из-за того, что вы обладаете тем, что недоступно ему. Чувствовал ли я когда-то в своей жизни зависть? Конечно. Давал ли я ей право и свободу распоряжаться моей жизнью? Нет. Удалось ли мне взять ее под контроль, направить в конструктивное русло? Иногда. Да. Чему могу здесь я научиться? Какой в этом для меня ценный опыт? И вы знаете, еще вот в отношении зависти, да, какой важный момент. Кажется, что человек, обладающий чем-то, он так вот раз и все вот это получил. И абсолютно игнорируется длительный путь трудолюбивой, кропотливой, дисциплинированной работы. А если об этом помнить, о какой зависти идет речь, если это есть, то как я могу этой дисциплиной, этой кропотливой работе у этого человека учиться и какой пример могу взять? Уважаемые, дорогие коллеги, зрители, товарищи, партнеры, я вас благодарю за внимание. Многие гипотезы прозвучало выше. Если хотя бы одна из них была для вас полезной, особенно в долгосрочной перспективе, это будет для меня великой наградой. И помните, с вами Альберт Сальфин. До скорых встреч, мои дорогие. Пока! Прекрасный хороший урок мы с вами сейчас записали.